Супротек. Генеральный партнер народного автомобильного журнала. Давненько нас не радовала новинками компания Subaru. Всё рестайлинги да рестайлинги. И вот свежий, с пылу с жару, Outback. Это уже пятое поколение модели. Теперь она является флагманом японской фирмы. Первое, что впечатляет размер. Длина кроссовера переваливает за 4,8 метра. Предшественники были компактнее. Да и смотрелись они не столь помпезно. Внушительная радиаторная решетка, выразительные фары со светодиодами, массивные рейлинги на крыше. Конкуренты. Volvo XC70, Volkswagen Passat Alltrack. По сравнению с предшественником, интерьер изменился в лучшую сторону. Солиднее стал дизайн. Подросло качество отделочных материалов. Классическая архитектура салона радует. Хорошую обзорность обеспечивают крупные зеркала и камеры заднего вида. Понравилось и то, что оттенок подсветки приборов можно менять по своему усмотрению. Хорошие кресла. Скроены отлично. Диапазоны регулировок велики. Задний диван не только просторный, но и удобный. Наклон спинок у них регулируется. На автомобилях этого японского бренда по давней традиции используются только оппозитные моторы. Outback не стал исключением. Бензиновая четверка рабочим объемом 2,5 литра развивает 175 лошадиных сил. В паре с ним работает вариатор. В обычном режиме силовой агрегат не впечатляет, но стоит перейти в спортивный и машина преображается. Педаль акселератора обретает желанную чувствительность, а мотор начинает работать на более высоких оборотах. Самое первое, что хочется похвалить в движении – тишина в салоне. Даже на скорости за сотню здесь царит покой и безмятежность. Двигаясь по прямой, отмечая железобетонную устойчивость и стабильность. Бить машину с пути кажется невозможно. Порадовала и плавность хода. Подвеска невозмутимо отфильтровывает даже внушительные с виду ямы. Несмотря на изрядные габариты и массу, в поворотах автомобиль проворен. Разве что крены кузова великоваты. Активные же водители разочаруются тем, что систему стабилизации отключить нельзя. Эта особенность может помешать и вне асфальта. Там, где может потребоваться активное вращение колес, электроника отрубит тягу. Так и забуксовать не мудрено. Обидно, ведь в остальном аутбэк на бездорожье хороший. С его 21-сантиметровым клиренсом он способен проехать там, куда многим другим кроссоверам в ход заказа. Автомобиль не без недостатков. Цена 2 миллиона 700, конечно, высоковато. Но и положительных качеств у него достаточно. Да и ДНК Субару в нем удалось сохранить.